МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. На улице Кипарисовой жилой дом в буквальном смысле остался без крыши над головой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Массовая авария на трассе Седанка-Патрокол. В течение нескольких минут на дороге столкнулись более десятка машин. На улице Борисенко сильным ветром повалило сразу несколько рекламных щитов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предупреждение. Данная программа содержит сцены курения. Минздрав Российской Федерации предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья. На улице Кипарисовой жилой дом в буквальном смысле остался без крыши над головой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разгулявшаяся стихия наделала в городе немало бед. Но то, что произошло в доме номер 32 по улице Кипарисовой, выбивается из привычного перечня. Ветром были сорваны железные листы кровли, вырвало и переломало деревянные балки и перекрытия. И все это богатство рухнуло в буквальном смысле на голову жильцов. Последние, к счастью, по причине позднего времени, находились в своих квартирах. А вот их машинам, традиционно ночующим на улице, не повезло. Да, вот в два часа ночи ветром снесло крышу. Накрыло, получается, мою машину. Вот машина вот стоит, вот сирена. И вот сейчас вот расчищает остатки. Весь двор дома усеян обломками дерева и листами тонкого кровельного железа. Работники управляющей компании неторопливо и тщательно собирают их в огромной куче, попутно освобождая сначала проход к автомобилю, наиболее пострадавшему от рухнувшей крыши. А вот после помогают хозяевам освободить свою ласточку, попавшую в железный селок. Но, как выясняется, причина такого бедствия имеет в том числе и искусственную природу. По словам жильцов, в этом доме с момента постройки никаких ремонтных работ не проводилось. И вот в 2012 году УК «Фарпост-1» сообщил жильцам, что появилась возможность по 185-му федеральному закону починить крышу. Но все оказалось не так просто, как звучало. Самое интересное в этой всей ситуации, что заказчиком ремонта крыши выступала управляющая компания «Фарпост-1». Подрядчиком выступала она же. Крышу делали узбеки, естественно, как всегда. То есть качество было. Сами видите, к чему оно все привело, какими там гвоздиками, как все это все делалось. Постоянно у нас были ругани. Все обращения в прокуратуру с жалобами на качество работ ничего не дали, поскольку ситуация с ремонтом крыши оказалась прелюбопытнейшая. Я писал о том, что непонятно, как принимался этот объект, куда были потрачены федеральные деньги. Потому что по федеральному закону все это делают. Они переслали управляющих в администрацию города. С администрации города мне пришел ответ, что администрация города не контролирует никакие ремонты, никакой ответственности не несет, что акт по приемке сдачи объекта подписывает между собой заказчик и подрядчик. А поскольку заказчик и подрядчик в одном лице, то было вообще очень все интересно сделать. Стоимость ремонта составила сумму порядка 1 миллиона 800 тысяч рублей. Плюс 5% стоимости доплатили жильцы. Площадь ремонта 1300 квадратных метров. После обрушения в целостности осталось менее половины. Но сорвало не просто металл, сорвало несущие конструкции, балки и стропила. А это значит, что крышу нужно будет полностью переделывать, правда, пока непонятно, за чей счет и как быстро. Улица Кипарисова, 32. Отсюда открывается чудесный вид на город, на мосты, на новые микрорайоны. Правда, на самой крыше картинка значительно хуже. Люди в прямом смысле лишились крыши над головой. Теперь, когда хочется сказать, что-нибудь вроде сорвало крышу, можете посмотреть, как это выглядит. Выглядит это ужасно. Тирана прижал Чайзер к леерам. Водитель джипа не справился с управлением на скользкой трассе. Тойота Чайзер движется по объездной трассе Зария-Варяг. Мужчина едет домой после процедуры регистрации автомобиля. На крутом повороте он притормаживает и чувствует удар в левый борт. Водитель Ниссан Тирана не справился с управлением на скользкой дороге и совершил столкновение с Тойота Чайзер. У Чайзера повреждения более 50 тысяч, поэтому будут оформлены сотрудниками ГАИ. Рулевой Тирана не справился с управлением, возможно, не сбросил скорость перед поворотом. Дорожное покрытие тоже сыграло немаловажную роль. Дорога скользкая была? Ну, тормоз не слушался. Ну, как бы видно, не знаю. Тут, в принципе, и так льда вроде нет, но все равно покрытие. Потому что машины уедут, вот перед знаком тормозят, слышно тормозной путь. На Чайзере от удара вылетели стекла, замята задняя левая дверь. Помимо прочего, внедорожник прижал Тойоту к лейрам, в результате чего появились обширные повреждения и на правой части кузова. Хозяин Тойоты признался, что без автомобиля ему придется нелегко. Чайзер был единственным автомобилем в его семье. Телефон автопатруля 20-16-3-0. Массовая авария на трассе Седанка Патрокол. В течение нескольких минут на дороге столкнулись более десятка машин. Автомобильный поток на трассе Седанка Патрокол вынужденно притормаживает на одном из участков. Дорогу перегораживают сразу три аварийных авто. Причина их остановки очевидна. Машины повреждены в результате недавнего ДТП. Увы, попытка объехать их приводит сразу к нескольким авариям, одна из которых происходит буквально на глазах съемочной группы. Но, как позже выясняется, удар тяжелого джипа в заднюю часть грузовика всего лишь заключительный аккорд драматической симфонии, что разыгрывается на дороге вне поля зрения камеры программы Автопатруль. Все начинается с того, что перед уже столкнувшимися Кариной, Хондой Орхей и Хондой Аккорд пытается остановиться микроавтобус Hyundai Starax. Микрик заносит, и он бьется правым передним бампером в лейра. И тут же получает чувствительный тычок в задний бампер от подоспевшего грузовика Хина. Мужчины даже не успевают выйти, осмотреться, как слева и сзади свободная пока дорога заполняется сразу тремя машинами. Subaru Forester, Nissan X-Trail и Toyota Probox. Как выясняется, организатором именно этой аварии становится последний из этого списка. Скромный, но очень неустойчивый Probox. Перейдя авария, затормозил и встал возле обочины. И вот влетел Probox, ударил мне в зад и отскочил, ударил Forester. А вон те как, не видели? Те не видел. Я вот увидел их и остановился возле обочины. А в меня уже влетело вот это. И вот тут на сцене появляется Toyota Land Cruiser Prado. И эффектно завершает это батальное полотно. Которое, благодаря исключительно выбору водителя, не приобрело багрового кровавого оттенка. Поскольку, растеряясь и хозяин тяжелого внедорожника хоть на мгновение, трагедии было бы не избежать. Ехали, здесь поворот, спуск, выехали, а тут лед. И впереди машины стоят, дорога перекрыта. Удеваться некуда, выбрал. Вот грузовую машину, она покрепче, чтобы тех не побить. Это будет слева. То есть вам мешали приехать слева? Ну конечно, здесь же машины были. Куча мала. Когда машины наконец-то остановились и снежная пыль осела, стали понятны масштабы дорожной катастрофы. В аварию попали сразу 9 машин. Впрочем, если быть совершенно точным, то в 3 аварии. Поскольку сначала столкнулись 3 машины, что стоят первыми, потом еще 3, что объединились вокруг грузовика Хина, и, наконец, еще 3, что собрала Тойота Пробокс. Впрочем, число аварийных авто могло быть больше, если бы не реакция других участников движения и не элементарное везение. Произошло гололед, собственно, едем. Там видели наверняка асфальт. Все замечательно, дорога хорошая. А тут прямо на спуске, тем более солнышко. Никто не ожидает этот гололед. Вот и все. Что произошло, что вы видели? А здесь этой аварии я не видела. Собственно, передо мной ребят начало носить. Там уже не было возможности смотреть. Надо было рулить и реагировать быстро. Просто уворачиваться, да? Да, да. Но на этом, как выяснилось чуть позже, ничего не закончилось. После того, как съемочная группа покинула место ДТП, на этом участке произошло еще 2 аварии, что увеличило число участников массового побоища до дюжины. Далее в программе. На улице Борисенко сильным ветром повалило сразу несколько рекламных щитов. Одинокий фит на объездной трассе. После столкновения с деревом водитель бросил иномарку в лесу. Продолжение следует... Продолжение следует...